МЧС будет оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через социальные сети. Россия может временно остановить авиасообщение с Таджикистаном. На Кубани собрали рекордный урожай риса за последние 20 лет. Об этом рассказывали краевые и федеральные СМИ. О самых же важных событиях уходящей недели прямо сейчас готовы рассказать я и мои коллеги. Здравствуйте в студии Наталья Харламова. И так в нашем выпуске. Миллион тонн белого золота. Рекордный урожай риса отметили с размахом. В казачьем полку прибыло. Откуда новобранцы? 20 лет на сцене Крымский духовой оркестр принимает поздравления. Миллион тонн белого золота. На Кубани собрали небывалый рекордный урожай риса. Это событие отметили с размахом. Рисоводов чествовали в этнографическом комплексе «Атамань». На фестиваль риса съехались гости со всего Краснодарского края. Для них хозяйки приготовили сотни рисовых блюд. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Похожее чувство было практически у всех, кто побывал на празднике риса в Атамане, посвященную успехам кубанских рисоводов и ставшей финалом туристического сезона в этнографическом комплексе. С раннего часа вся площадь Станичного Майдана наполнилась гулом и огромным количеством гостей, среди которых выделялись бойкие корабельники, ростовые куклы и мастера традиционных ремесел, представляющие свои изделия. Александр Лопатин, хатаман Армавирского городского казачьего общества, рассказал, как они 9 лет назад строили хату ткача. Эта красота, она не сразу создавалась. Здесь столько трудов вложено, в общем-то. Строили всем городом, собирали инвентарь тоже всем городом. То есть мы вложили сюда огромное количество сил и нашего ума. Несмотря на то, что Армавир очень далеко, это по диагонали, через весь Краснодарский край, ехать приходится всю ночь, тем не менее настроение наше от этого ничуть не убавляется. Изначально здесь казаки были, поселились, вот немножко традиции, сами костюмы, отношения. Вот это все интересное для Кубани, они как бы стараются поддерживать свой быт, показывают, как это было раньше, кто я сказал. Почетными гостями праздника стали председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов и вице-губернатор Кубани Андрей Коробко. На подворье Крымского района Дымарня многочисленных гостей с самого утра встречали с традиционным кубанским радушием и хлебосолием. Коптильщик Александр Крутоголовенко продемонстрировал гостям приготовление вкусного сала по старинному казачьему рецепту. Беру сало за гавки. Раньше было сало толсто. Нет, ну тут мастер-классы, но не задачи видно. Классы, и дома там, и географ, крылья. Листа, что-то лежал. Можно попустовать. Аграрии в 2016 году собрали рекордный за историю региона урожай кубанского белого золота. Более одного миллиона тонн риса. Первое место по итогам уборочных работ занял Калининский район, второе – Славинский, третье – у Красноармейского. Победителей жатвы наградили тут же на праздники. На День станицы от Амань жителей и гостей Кубани приехал поздравить Александр Маршал. Всем знакомые песни согревали присутствующих. Наталья Корни, Виктория Чумакова, Сергей Руденко. Телерадиокомпания «Крымский экран». Отряд МЧС и районные службы готовятся к непредсказуемым сюрпризам погоды. В День учений в очередной раз отработали план действий на случай чрезвычайной ситуации и повторили задачи для каждого специалиста. Некоторые подробности в продолжении выпуска. В Крымске стартовал первый этап командно-штабных тренировочных учений по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в осенне-зимний период. Согласно полученной вводной, спасатели провели подворовой обход жителей Крымска. Данное оповещение мы проводим без включения сирен, то бишь мы проезжаем по улицам, по маршрутным листам. В ходе учений будут отработаны ликвидация ЧАЭС, вызванных заторами на федеральных и региональных автомобильных дорогах, подтоплениями, авариями на системах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения. Основная цель – проверка уровня готовности дорожных служб и сил Крымского муниципального звена Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧАЭС. В этом году прогнозируются аномально сильные морозы, то есть возможны обильные выпадания осадков, обледенения, гололёд. У нас федеральная трасса, поэтому мы все должны быть готовы к различным нештатным ситуациям. В командно-штабных учениях принял участие исполняющий обязанности главы муниципального образования Крымский район Сергей Лесь, который отметил высокую организованность подразделений гражданской обороны, вспомогательных служб, готовых к грамотным действиям в любых ситуациях. Решение проблем жителей Крымского района – первоочередная задача руководителя муниципалитета. Сергей Лесь провёл приём граждан. Вопросы крымчан были не только личные, но и коллективного характера. Наши корреспонденты побывали на приёме и выяснили, что волнует местных жителей. На приём к руководителю района за помощью Надежда Деревянко из станицы Ворениковской к Сергею Лесь обратилась с просьбой помочь в решении межевого спора. По её мнению, границы участка определены неправильно. Вот кадастровое дело, вот здесь, как в 93-94 перерегистрации, перезакрепление сформировано в 1632. Сергей Лесь дал поручение управлению архитектурой и градостроительством совместно с районным отделом по строительству выехать на место для проведения повторного замера границ данного земельного участка. Выехать на место Ирине Владиславне и Гаёс Гаёзычу на место совместно с МУП АГЦ. АГЦ – это архитектурно-градостроительный центр. Реандофилов Дмитрий Евгеньевич – геодезист, главный геодезист района. Виктор Серебряков на личном приёме просит содействия в вопросах социального характера, получения прописки и установления группы инвалидности. Всполняющий обязанности главы района тут же на месте даёт поручение своим заместителям решить вопрос в кратчайшие сроки. Можно вас попросить, вот тяжело ему, закрепить за ним какую-то медсестру, чтобы она его, вот он пришёл в больницу, она его взяла за руку, провела в один кабинет, провела в трое, чтобы он максимально там быстро это всё прошёл. В ходе приёма обсуждались вопросы, связанные с благоустройством улиц, ремонтом кровли, признанием домовладения непригодными для жилья и многие другие. Контроль за их исполнением глава поручил соответствующим структурным подразделениям органов муниципальной власти. Наталья Корня, Сергей Руденко, телерадиокомпания «Крымский экран». Кабинет врача общей практики должен работать в каждом отдалённом микрорайоне. Такую задачу исполняющий обязанности главы Крымского района ставит своим помощником. Сергей Лесь встретился с жителями второго отделения опытной селекционной станции и микрорайона «Надежда». Все проблемы местных жителей он взял под личный контроль. Мы в декабре в конце сдаём на Озерках новый кабинет врача общей практики, а следующий год, вот я вам гарантирую, я сделаю всё от меня зависящее, первоочередной он пойдёт сюда. Мы обещали уже КВОП. Это Саукдере и Адагум. И к вам обещаю, что мы третий КВОП, если получится, он будет у вас. Сделаем всё возможное, чтобы построить у вас кабинет врача общей практики. Проблемы медицины, ремонт дороги, уличное освещение и переселение из ветхого жилья. Эти вопросы стали главными на встрече с жителями второго отделения опытной станции с исполняющим обязанности главы района Сергей Лесь. Сейчас людей волнует в основном строительство ФАПа, так как за оказанием квалифицированной медицинской помощи или консультации они вынуждены ездить в городскую больницу. Ставлю задачу до 10 ноября, всё возможно сделать, фельдшер должен работать. Микрорайон большой, огромный, вот здесь смотрю, сколько жилых домов, они не могут быть брошены. Недовольны микрорайоновцы работой общественного транспорта. Мало того, что маршрутные газели маловместительные, так они ещё и ходят с интервалом в час 20. А это уже ни в какие рамки не входит, говорят люди. Десятый номер к нам ходит один. Интервал между рейсами час 15, час 20 составляет. Допустим, количество рейсов нас устраивает, но не устраивает, особенно в утренние часы. Это уместимость, очень маленькая уместимость, старый. Ну просто я не хочу даже показывать его внутренний вид. Всё, двери вот так вот болтаются, внутренняя обивка. Стоишь, особенно такие тётика. Знаете, у меня такое впечатление, что вы на моих планёрках присутствуете. Я вот буквально сегодня утром сказал немедленно привезти мне ревизию всех маршрутных автобусов, маршрутных такси по территории района, особенно города. Здесь же на месте Сергей Лейс даёт команду своим помощникам разобраться с ситуацией. Малогабаритную «Газель» заменить на более вместительный автобус, как и поменять расписание маршрутного движения. Я дал команду и поручение проверить все маршрутные такси. Он докладывает, что да, всё хорошо, а по факту четвёртый день уже не заезжает, и люди ездят на такси, поэтому наведём порядок с маршрутками. Дороги на втором отделении опытные станции, мягко сказать, оставляют желать лучшего. Жители бьют тревогу уже несколько лет, однако пока всё остаётся без внимания. Это длится с 2012 года, и по сей день наша дорога в ужасном состоянии. Вот эту дорогу сделать, надо сделать уже в этом году. Давайте будем просить чебень, давайте будем просить чебень, но эту дорогу надо сделать. Срок на ремонт дороги руководитель района поставил до 10 ноября. В ходе разговора обсуждались и другие немаловажные вопросы, многие из которых решались тут же на месте, другие взяты под личный контроль исполняющего обязанности главы муниципального образования Крымский район. Рабочую встречу исполняющей обязанности главы района провёл с жителями микрорайона «Надежда». Такой диалог власти и горожан уже не первый на территории города. Подобные сходы граждан прошли и в других районах Крымска. Хотим от вас узнать, где у нас какие отрасли провальные, что мы можем сделать, где мы можем подтянуть, где у нас проблемы по коммуналке, где у нас проблемы по медикам, по здравоохранению, по образованию. Поэтому мы хотим узнать ваши поручения, где бы вы видели, что нам подтянуть совместно с вами, совместно с вашими усилиями. Вместе с Сергеем Лесь на встречу прибыли его помощники, заместители и специалисты городских и районных служб, представители депутатского корпуса. Не откладывая проблемы в долгий ящик, жители микрорайона озвучили самые наболевшие вопросы. Вот здесь нужны лежачие полицейские, обязательно. Потому что летают каскадёры, это ужас. Каждый день авария, каждый день буквально у нас авария. Вот нужен лежачий полицейский, это раз. Потому что здесь каскадёры. Лежачий полицейский обязательно. Вот лавочки у нас есть, это всё есть. У вас очень благоустроенный район. Район хороший. Но маршрутки ходят очень плохо. Потому что, вот пусть все скажут, очень плохо ходят. И, во-первых, маршрутки грязные ходят. Вообще невозможно. Вопрос маршрутных такси сегодня на особом контроле в районной администрации. На планёрном совещании Сергей Лесь дал команду провести полную инвентаризацию всего автобусного парка. У нас маршрутки оставляют желать лучшего. В ужасном состоянии. Где-то даже грязные, просто неопрятные, не помытые, неаккуратно не вымытые маршрутки. У нас проблема с ними. Поэтому я дал до пятницы. Работает комиссия. Причём с двух направлений. Изучает сейчас все маршруты. А вот проблема с питьевой водой в Надежде по-прежнему стоит остро. Люди жалуются на её качество. Когда у нас будет Троицкая вода? Мы готовы переключиться. У нас есть такая возможность. Технические средства у нас такие есть. И есть рядом линия. Мы её можем переключить. Да, слушайте, да, слушайте. Но у нас, когда мы тогда проводили опрос, Александр Григорьевич проводил опрос, половина жителей высказалась. Да, половина жителей нет. Вот скажите, какое мне решение принять? Вот послушайте, которое больше кричит население, у которого... Вот есть два... Да, она лучше качества. Согласен, она лучше, но она дороже. И у неё не всегда есть напор. Понимаете, не всегда её можно подать. Вот давайте мы сейчас подумаем, определимся ещё раз, не будем устраивать соцопросы. Мы подумаем, что лучше. На сходе также обсуждались и другие немаловажные вопросы, многие из которых решались тут же на месте, другие взятые под личный контроль исполняющим обязанности главы района. Наталья Корни, Сергей Руденко, телерадиокомпания «Крымский экран». Проблемы жителей Крымского района решаются и в общественной приёмной политической партии «Единая Россия». На приёме у «Единоросса» депутата Государственной Думы побывали мои коллеги. Собираем пакет документов, запросили в ДТИ дело по данным земельного... Спектр для диалога с депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Александром Меткиным оказался самым широким. От вопросов по оформлению документов до помощи в получении компенсации за утраченное имущество и работе правоохранительных органов. Людмила Устеменко бьёт тревогу уже не первый год. У женщины проблемы с домовладением. Вернуть жильё прежней владелице никак не получается. С этим вопросом пенсионерка и обратилась к Александру Меткину. А вот Ольга Мирошниченко, многодетная мать, воспитывает троих детей. После развода с супругом остаётся без жилплощади. Просьба одна – помочь в получении социального жилья. Депутат Госдумы пообещал помочь и с этим вопросом. В скором времени письма с просьбой о содействии лягут на стол главе крымского городского поселения. А это супруги Шевченко. Их волнует вопрос строительства жилого дома. Нам сказали, собирайте документы, но пока речку не оденут в бетон, значит, строительство запрещено. На этой улице, на нашей 1 мая, там вообще близко речки нет. Все пустые участки уже застроены. Люди живут, прописались. Как они оформили, я не знаю. Ну, как раньше, вот по суду оформляли дома, построенные вот так. Всего в день приема депутат принял 17 человек. Часть жителей записались заранее, кто-то подошел уже к его началу. С каждым из них Александр Меткин провел обстоятельную беседу. Все обращения поставлены на контроль и готовятся депутатские запросы в соответствующие структуры. В казачьем полку прибыло. Новобранцев приняли в Евсеевском учебном заведении. Количество казачьих классов в Крымском районе растет. А вместе с ними увеличивается число юных патриотов своей малой родины. В этом убедились мои коллеги. Атаман школы, 3-й класс. Дороженские линейки готовы. Атаман класса, Атайя Руслан. Так, в 66-й школе хутора Евсеевского отчитались атаману о готовности к школьной линейке. В этой день в стенах учебного заведения самые маленькие учащиеся мальчишки и девчонки 1-го класса принимали казачью присягу. Прилежно учиться. Обещаем. Верните спорт. Укрепляйте свое здоровье. Обещаем. Что казачьему розову не было переводить. Обещаем. 16 юных казачат от своих старших наставников получили настоящие казачьи погоны. Теперь эти ребята станут истинными казаками в Вольной Кубани. Сегодня во многих школах Крымского района существуют классы казачьей направленности. Учащиеся, поступившие в казачий класс, обязаны носить специальную форму. Учебный план, по которому ребята работают, предусматривает изучение основ православной культуры, истории кубанского казачества и его традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта. Наталья Корня, Сергей Руденко, телерадиокомпания «Крымский кран». Кубанских казаков поздравили с юбилеем. 320-ю годовщину со дня образования кубанского казачества отметили в хуторе Черноморском. На праздники побывала и наша съемочная группа. Мы в гостях души не чаем, хлебом с солью вас встречаем. Так, хлебом с солью встречали дорогие гостей на благодатной крымской земле. В хуторе Черноморске отметили 320-ю годовщину со дня образования кубанского казачества. Это важный праздник для каждого казака. Ведь казак ассоциируется с таким понятием воля, свобода, вера, патриотизм. Казачьи семьи передают из поколения в поколение быт и традиции. Кубань невозможно без казаков. Россия воистину гордится казачеством. Многие здесь сидящие в зале из казаков, они не просто патриоты, они герои. Герои нашего района. Вот они герои сегодняшних дней. Можно по-разному оценивать героизм. Но я хочу сказать, те, кто стоял на Перекопе, на Турецком валу, те, которые спасали город Крымск от наводнения, те, которые были в Донбассе. Благодарственные письма за добросовестные отношения и несение службы по охране общественного порядка получили лучшие казаки поселения. Особо отличившихся удостоили нагрудным знаком российское казачество. Казаки свято чтят традиции родной земли и веру предков. Благодаря им крепнет связь поколений. Кубанское войско стало символом мужества, преданности, идеалам государства и самоотверженного служения отчизне. Предки казаков неоднократно доказывали свою любовь к родине на полях сражений и в мирной жизни. На протяжении всей своей истории кубанские казаки сохранили свои культурные ценности. Сегодня эти традиции чтят и помнят их сыновья, внуки и правнуки. Живая культура Кубани. Народные умельцы, мастера дела, слова, народных песен и танцев съехали в станицу Варениковскую Крымского района. Там прошел очередной этап фестиваля. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На Кубани прошел 10-й краевой конкурс народных обрядов «Живая культура». Участие в нем приняли и старый млад, ведь интерес к старине не иссякает, а фольклор и национальные обычаи всегда в большом почете. Василий Попов – мастер художественной обработки дерева. Своё увлечение любит. Говорит, что на изготовление одного предмета в целом уходит примерно дня четыре. Но вначале необходимо всё подготовить, придумать персонажи или хозяйственную утварь. Сначала я получаю сырой материал, смотрю, что из него можно сделать. Сразу вынимаю ёмкость, чтобы она не запрела, не лопнула. И она, ну, примерно полгода, небольшая такая вещь, может, должна потихонечку сохнуть. Четвёртый этап зонального конкурса состоялся в станице Варениковской. Кроме семейно-бытовых и календарных обрядов, в программе прозвучали исторические, лирические, игровые песни, народные игры и забавы. Не обошлось и без традиционной выставки работ художников и народных умельцев со всех уголков Кубани. Отрадно то, что действительно в Краснодарском крае этому вопросу уделяется самое повышенное внимание. И наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев именно развитию казачьего клада жизни уделяет самое пристальное своё отношение. Отрадно то, что сегодня в этом зале присутствует и стар, и млад. Значит, как было сказано, есть примесы с поколений, есть уверенность в завтрашнем дне и в нашем будущем. По словам организаторов, за всё время существования фестиваля «Живая культура» в нём приняли участие более 3,5 тысяч кубанских артистов. Учредителем фестиваля выступает Государственный академический кубанский казачий хор при поддержке регионального министерства культуры. Победителям вручили памятные призы и дипломы, а лучшие коллективы выступят в Краснодаре в концертном зале кубанского казачьего хора. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 20 лет на сцене. Крымский духовой оркестр отметил свой юбилей. В этот день музыканты исполнили свои лучшие произведения и композиции. Прозвучал и крымский вальс, который написал заслуженный работник культуры Леонид Белов. В этот день ветеран труда дирижировал лично. Что ещё запомнилось нашим корреспондентам в продолжении выпуска. Труба зовёт на подвиг. Крымскому народному духовому оркестру исполнилось 20 лет. Для всех поклонников своего творчества коллектив подарил большой праздничный концерт. Спасибо за то душевное тепло, которое дарите вы. За ваше творчество, за то, что вы несёте в массы. Вас действительно любят, вы действительно прекрасный коллектив. Мы гордимся вами. Вы наша элита. Большое вам спасибо. Больших творческих успехов. Огромных творческих успехов. Народный духовой оркестр был образован в сентябре 1996 года. На тот момент он состоял из 12 человек. Уже через три года в их коллективе насчитывалось 28 музыкантов. В следующем 2000 году оркестр был переведён из разряда самодеятельного в муниципальный. И в этом же году он был удостоен звания народный. Его бессменный руководитель и дирижёр Вячеслав Василенко. Мы со своей стороны гарантируем вам в 2017 году в первом квартале приобретём новый комплект духовых инструментов. Крымский духовой оркестр не раз подтверждал звание народного на различных конкурсах и фестивалях. В 2005 году в Славянске-на-Кубани оркестр стал лауреатом международного фестиваля «Славянский базар». Ещё тогда было отмечено, что он входит в десятку лучших оркестров в Кубани. Сегодня коллектив продолжает принимать активное участие в международных, всероссийских, краевых, районных и городских мероприятиях. Ничто так не поднимает настроение, не бодрит наших жителей, как ваша мелодичная, прекрасная музыка. Мы через этого праздника тоже старались, часть инструментов мы уже купили, вам передали. Поэтому хочется пожелать одного – здоровья, новых творческих достижений. И, конечно же, что вы – наша визитная карточка. Хочется, чтобы у вас были новые творческие большие достижения, чтобы вы нас продолжали радовать своим прекрасным творчеством. За творческие успехи в работе, профессионализм и большой вклад в развитие культуры района почётные грамоты вручили лучшим музыкантам оркестра. Наталья Корни, Михаил Чумаков, телерадиокомпания «Крымский экран». Это были главные новости Крымского района. Вместе с вами, уважаемые телезрители, мы побывали на празднике риса. Выяснили, как готовы специальные службы к чрезвычайным ситуациям. Познакомились с новобранцами казачьего полка и поздравили с юбилеем Крымский духовой оркестр. Впереди ещё немало событий и новых информационных поводов для наших встреч. Пусть они будут только добрыми и хорошими. А прямо сейчас и в любое время наши новости смотрите в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. А также на сайте. Его адрес у вас на экране – крымсктв.ком. Я на этом прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова